Всем привет дорогие мои друзья, с вами Рэй и мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Ну что ж, давайте глянем, что нас сегодня ждет в этой замечательной и увлекательной игре. Так, Эльвира родила ребенка, замечательно. Милорд, ваше отсутствие на замок напали. Но, к счастью для меня, ребята, они потерпели поражение и я получаю дополнительные очки. Так, хорошо, мои нападения, поражения и так далее и подобное. В общем, это статистика. Ну и как мы можем наблюдать, практически никаких потерь с моей стороны нету. Это меня радует. Ладно, давайте тогда с вами приступим, наверное, к осмотру нашего замка. Наконец-то маг у меня получил 20 уровень и я получаю заработанную награду за это. Так, нам надо как-то, ребята, шрума этого одолеть. Это главный босс этого уровня, этапа, так скажем. Ну что, ребята, здесь вы у меня все нормально, все чувствуете. Давайте-ка. А что мы вообще... Так, Савелий, значит, да? Да, ладно, пускай будет Савелий. Ты иди сюда. Яблоки забираем. Магию. Точнее, манну. Ага. Получили кристаллики. И я думаю, что нам пора построить немножко магии. Хотя мы ничего не сможем сделать. Так ведь? Да. И отправляться, естественно, на карту и немножко повоевать. Давайте глянем, кто здесь есть. Вторжение, да? В принципе, этого можно разобрать. Даже, я думаю, без проблем. Приступим. Ну, родные, вы попали. Да, действительно, они попали, потому что, насколько я смотрю, они просто ватные. Ну, соответственно, у них мало мощей. Так, все, отправили их туда, куда ему место. Мы получаем свою долгожданную награду. Так, надо, наверное, ребят отправить сейчас лечиться. Что нам даст сундучок? И дает он нам сферу магическую. Причем, необычное оружие. 120 урона в секунду. Если ставить даже моему магу, ну-ка глянем. Да, по урону превосходит. Но, понимаете, дело в том, что посох с воскрешением, наверное, более пригоден мне в данный момент. Поэтому я, наверное, так и оставлю его. Не буду ничего менять. Пускай он будет с этим посохом. Воевать нам придется очень много, долго. И, как вы помните, он меня не раз выручал. Вот этого можно тоже, в принципе, разбомбить. Даже не буду лечиться. Три орка. Два лучника и воин. Для меня это просто детский сад. Так. Отлично. Красава знает свое дело. Поэтому я, как бы, даже спокоен. А если даже она упадет, то мой маг ее воскрешит. Все отлично. Получаем сундук. И идем дальше в замок. Надо, кстати, наверное... Хотя не надо их лечить. У них вроде бы так нормальной жизни. А мы сейчас с вами... Да, отдались ты уже. Ага. Вот так вот. Что мы вообще можем с вами улучшить? У меня все-таки 75 тысяч накопилось. И я так понимаю, нам за эти деньги абсолютно ничего не светит. Минимальная ставка 90 тысяч. Как я уже и говорил ранее. Можно, в принципе, рискнуть и накопить. Давайте вот этих ребят тоже раскуролесим. Я обожаю побеждать и получать за это подарки. На худой конец у меня, ребята, есть в запасе магия. Которая довольно сильно бьет. Так что здесь я абсолютно спокоен. Так, ага. Ну-ка, воскресит. Воскресил. Молодец. Вот почему я и оставил. Но зато он сам упал. Да, кстати, есть один нюанс. Если у меня маг упадет быстрее моего воина, то мы можем проиграть бой. Этого никак нельзя допускать нам. Ну что же, давайте отправим своих воинов лечиться. Пускай набирает здоровье. Теперь заберем свои кристаллы заслуженные. Так, где-то еще должен быть один. Ага, вот он. 50 раз он уже воскресил моего союзника. Неплохо. Так, здесь у нас полным-полно всего. А этот что у нас? Почему он курит? Я не понял. Почему он прохлаждается? Наверное, он получил максимальный уровень. Они обычно так делают. Когда максимальный уровень или забито у нас полностью. Казна, ну как в отличие от казначей, то они просто дуркуют. Ладно, давайте глянем. Монетный двор. 60 тысяч. Монетный двор. Слушайте, а у меня вообще есть монетный двор? По-моему, нету, да? Казна есть. А так, а вот это что у нас? Ну вот идея. Так, может быть, построить, а? Посмотреть. Тренировка. А, тренировка класса казначей. Тренировка класса повар. Вот что оно значит. А у нас? У нас казначей есть и без этого. О, магическая лаборатория. Улучшение заклинаний. Кстати, неплохое здание. Надо его поставить. Вот так сколько? Четыре часа оно будет делаться. Ну что же, я думаю, оно будет стоить тех денег, что мы на нее потратили. Ну что же, давайте вернем своих ребят обратно. Они уже подкрепились, выздоровели и, в принципе, готовы идти к бой. Сундуки мы пока не будем вскрывать. Давайте немножечко с вами накопим, а потом их всех скопом и откроем. Давайте вот на этих нападем. Добавим магию. Заодно сразу поставим на изготовление. Чтобы у нас был непрекращаемый поток. И поехали в бой. Опять же, три орка, два воина и лукарь. Никаких проблем нету. Абсолютно. Так. Топорик мой родной. Действует как никогда лучше. Все, разбомбили. Получаем сундук. Итого у нас будет три сундука, да? Да. Ну что же, будем нападать или вскрывать сундуки, ребята, а? Давайте глянем. Здесь у нас... Давайте, наверное, с вами откроем все-таки сундуки. Посмотрим. Что нам там выпадет? Вдруг что-нибудь редкое. Так, 3 300. Ясно. Здесь у нас 3 129. Ну, только не говорите, что вы сейчас мне будете давать одни деньги. Ёлки-палки, 3 202. Печалька. Я рассчитывал, конечно, немножко на большее. Ну, ладно. Константин. Почему ты ничего не делаешь? Я не понимаю. Почему ты ничего не добываешь? Так, повышать навык алхимика можно в лаборатории. А лаборатория у меня разве есть? Нету. Тогда иди, наверное, сюда и добывай манну. Нечего тебе там похлаждаться. Так, Павлушечка. Давай-ка мы у тебя снимем все это. Ты все равно здесь занимаешься не теми делами, что надо. А вот это тебе будет в самый раз. Да, так оставим. И какой-нибудь... Ага, не подходит ему по уровню. Слишком ты у меня слабенький. Ладно, хотя бы так. Стой. А тебе мы сейчас оденем колечко и оденем костюмчик. И будешь у меня добывать манну. Специалистом будешь, так сказать. А у нас тем временем, я смотрю, сделано какое-то задание. Да? Да, так оно и есть. Ну-ка глянем, что это за задание такое. Прогресс. Ага, мы получили сундучок. Ну давайте его тоже вскроем. Да, для коллекции. И что нам даст? 5. О, лук. Какой-то интересный лук новый. 134 урона в секунду. Угу. Ну-ка, иди-ка сюда, мой лучник. Нет, нет, нет. Ребята, конечно же нет. У меня все-таки арбалет будет лучше по урону. Хотя статы не особо такие хорошие, но тем не менее. А здесь у нас что? Ну что же, я отправил всем своим друзьям, знакомым подарки. И мне что-то за это выслали. Давайте глянем. 2 сундука. Один очень даже красивый. Ну-ка. Ну, как вы понимаете, красивый, но малополезный. Ладно, а теперь глянем второй. О, что-то выпало. Так, давайте глянем. Оберег. Редкий амулет. Сила магии плюс здоровье. Так, а это у нас кому? Наверное, магу, я так понимаю, да? Можно поставить. Давайте глянем. Ой, елки ты палки. 24 уровень нужен. А я даже не смогу прокачать его. Потому что мой тренировочный зал максимум развивает до 20 уровня. Это мне придется улучшать. Ну, вы сами понимаете. Тронный зал. Потом еще что-то, еще что-то. И я только потом смогу увеличить. Ладно. Давайте тогда немножко повоюем. Ну что же, орки, все. Отдохнули. Поплутали по лесам. А теперь идите отсюда. Восвояси. Забираем свой сундук. Да. Давайте еще, наверное, глянем. Что здесь у нас еще? Так. Этих можно, в принципе, тоже разбомбить. Я не буду, наверное, лечить. Наверное, справимся так. Ага. Четыре орка. Замечательно. Ой, ребятушки. А не поспешил ли я, не подлечив-то? Хотя, хорошо, что маг воскресил ее. Но он сейчас бедный сам упадет. Так. Должны, должны осилить. Да. Кстати, впредь надо быть очень аккуратным. Перед выбором. Если бы я подхилился бы, то такого, я думаю, не случилось бы. Ладно. Два сундука мы еще с вами накопили. Неплохо. Так. Посмотрим. Вау. Подвеска. Подвеска казначея, если я не ошибаюсь. А здесь? А здесь просто деньги. Хорошо. Так. Это же казначейская вроде подвеска. Не помню точно, но можно, в принципе, посмотреть. Так. Где она у нас? Вот. Да, добыча ресурсов в час. Значит, нужно ее ставить казначеям. Ну-ка, иди сюда. Давай-ка глянем. Блин, да что ж такое? Засада какая-то. Он у меня слишком слабенький. Но тебе будет самое то. Ты у меня пятого уровня. Носи на здоровье. Блин, а тому, по-моему, не место там сидеть-то на втором уровне. Давайте-ка глянем вот так вот. Так. Она у меня четвертого уровня, да? Есть небольшое предложение. Может быть, их поменять местами? Так. Иди сюда, краса. Сейчас пойдем с вами опять на карту. 3 часа 52 минуты еще будет строиться моя комнатка по улучшению магии. В этот момент мы с вами сходим куда-нибудь. Тимур, Сергей и вторжение. Можно, в принципе, здесь напасть. Три орка, думаю, должны разобрать без проблем. Так. Приготавливаем сразу же. И вперед. Подожди. Вперед, я сказал. Вот так вот. Ну, иди сюда, охламон. Сейчас я тебя накумарю, так сказать. Все, отдохни маленько. И разберемся с твоими друзьями-лучниками. Которые тут досаждают всем. В этих лесах. А, упала. Ну-ка, воскрешай быстро. Оп. Молодец, маг. Ты умница у меня. Так. Получаем с вами еще один сундучок. Кого-нибудь здесь надо подлечивать? Ага. Красаву надо отправлять лечиться. Беги. Ману заберем. Маленький ребенок у меня там бегает. Ну, я думаю, в следующий заход в игру он уже будет у меня взрослым. Соточку, да? Тратить. Соточку кристаллов. Мне охота. Давайте лучше глянем на сундук. Угу. Деньги. Тем самым я набрал себе уже 35780. Да, этого еще очень мало. Сделать пока я ничего не смогу. Конечно, есть небольшой соблазн использовать кристалл. Но не хочу. Лого ваша Рума. Это самый последний босс у нас будет. А что если нам напасть вот на этих ребят? Как вы думаете? Да, они, конечно, слишком мощные для меня. Но можно будет как-нибудь попробовать? Верно ведь? Так, что нам еще можно, ребята, с вами сделать? Там у нас вроде бы как тотальная зачистка прошла. Тут 150 тысяч надо. Кстати, вот надо мне оружейную, по-моему, как-нибудь повысить. Но денег-то нету. А, да я даже не смогу, потому что будь у меня даже деньги, они все пошли бы на тронный зал. Потому что оружейная не будет прокачиваться дальше без оружейки. Да, все очень хитро продумано. Не перепрыгнешь, как говорится. Ну, а здесь у нас глубже в дебри. Ну что, ребята, попробуем. И хочется, и колется, и надо, и боюсь. Давайте попробуем. Ничего не потеряем с вами. Только лишь время и магию. А отхилиться мы всегда сможем в своей аптечке. Поехали. Была, не была, как говорится. Ага, два дуболома и некроманты. Да, довольно сильная армия. Придется мне использовать всю свою магию, чтобы хоть как-то уравновесить баланс в этой битве. Слушайте, ребята, а все пучком, смотрите. Мы практически их победили. Не практически, а победили. Вот это хорошо. Вот это меня порадовало, я бы так сказал. Ну что же. А дальше я даже не знаю, что нас там ожидает. Ну, по-моему, еще два или три боя, и будет главный босс. К нему надо будет подготовиться основательно. Не знаю, смогу ли я накопить 150 тысяч на улучшение тронного зала, но как-то надо к этому стараться. Что дашь? Вау! Меч! Ну-ка глянем-ка. 180 урона в секунду и 10% шанс восстановить 5% здоровья себе. Ну-ка иди сюда, краса. Давай-ка глянем. Ух ты, на поатаге мы превосходим. И причем намного. Ну, у топорика статы очень хорошие, такие заманчивые, да? Смотрите. Давайте я, наверное, все-таки одену этот меч. Мы с ним немножко побегаем, походим. Если он нам не понравится, мы в любой момент сможем заменить на топорик. Ничего в этом страшного нету. Да, с деньжатами у нас, конечно, ребята, полный аврал. Накопить как-то очень по-быстренькому у нас не получится. Поэтому затянется, наверное, и еще на пару дней у нас с вами эта развлекаловка. Так, краса, возвращайся. И сейчас мы пойдем с вами на какой-нибудь сходим бой. И заодно протестим этот меч. Вторжение, да? Сергей тут у нас и Тимур. Давайте-ка разведаем, посмотрим, что это такое у нас и с чем его едят. И манну надо будет еще как-то увеличить. Ёлки-палки, тут надо все увеличивать, если честно. Так, за победу над ним мне дадут неплохой... Ой, ребята, да это ж халявные деньги. 12 тысяч за Святослава. Конечно же, пойдем в бой. Да, глупую, конечно, он сделал ошибку, оставив его одного. Но за это и поплатился. В принципе, у я таких ошибок делал очень много. 12 500. Практически халява. А может быть здесь еще что-нибудь у нас есть халявненького? Халявненького. 7 тысяч мощи. Это, ребята, далеко не халява. По крайней мере, для меня это очень смертельно. А вот здесь уже можно даже неплохо повоевать. И я больше уверен, мы сейчас их разберем. Даже не поморщив носа. Да что ж такое-то? Что они в моего мага бедного? Нет, все-таки переключились на красаву. И маг мой выживет. Ну, как вам сказать? Вроде бы и неплохо, но... Ладно, походим с ним еще немножко. Я его толком еще не прочувствовал. Ну, что ж так долго? Давай, давай. Так, выйдите у меня. Отлечивайтесь. Так, я выполнил еще какое-то одно задание и получил сундук. За задание я должен, наверное, тоже получить сундучок. Что дашь? Ага. Почти 3000. А здесь что будет? Мы забираем еще один сундук. Ну-ка, вскроем его. И получаем мы... Так, ага. 5000 и бронька. Бронька магическая, надо глянуть. Ух ты, красота, ребята. Красота, а не бронька. 19 уровень, все как раз прям для меня. Вау. Мой маг преобразовался. Замечательно. Соответственно, мощь у меня выросла. И я думаю, что можно будет даже отправиться куда-то поболее серьезнее. Так, они у меня выздоровели, да? Возвращаем обратно их. Так, ну что ты, краса, елки-палки. Не выделяешься никак. Ага. Пойдем посмотрим, что можно здесь. Здесь он спасения врага остался. Тимур. Ну, он, по-моему, сильный. А здесь-то у нас, елки-палки. Ребята, по-моему, здесь у нас халява. О-о-о-о. Чисто воды. Да. Ребята, извините. Ничего личного. Абсолютно. Просто мне нужны деньги. Ну и, соответственно, репутация и опыт. Кстати, после обновы, насколько я помню. Вот. Почти 8 тысяч денег дали. После обновы, как говорили разработчики, что в битвах будут равные соперники. Но пока я почему-то этого не заметил. Так, давай-ка. Ах вы, орки мои, дорогие. Елки-палки. Давай не надо. Не надо сейчас так шутить. Не разберите мою красаву. Так. Молодец, маг. Вовремя ты подсуетился и воскресил ее. Е-мое. А арбалетчик-то у меня все-таки упал. Ну да не беда. Сейчас они у меня все пойдут скопом лечиться. Жаль, что только двоих можно. Я бы хотел всех троих отправлять. Открываем сундук. И. О. Подвеска. Интересно. Для чего? Для кого? Ну-ка. Вот она. 294 ресурса в час. Это казначеи у нас, да? Ну-ка. Посмотрим. Они у меня все, что ли, с подвесками? Нет. Вот этот бес. Давайте вначале хотя бы... Ага. Практически. Не практически, а одинаковые. Неужели мне вот этому придется ставить? Ну давай. Да что ж такое? Ребята, он вообще не подходит здесь? Я хочу его, наверное, поменять. Ничего он не носит, ничего он не может. А ты можешь? Вполне. Почему бы мне его не поменять на того, который ничего не может? Да? Давайте сделаем именно так, как я и задумал. Иди сюда. Давай вот сюда вначале перейдешь. Этого я перемещу в казну. Ну и того потом заброшу к моей мадам. Пускай развлекает ее. Так, ребята мои отхилились. Манны у нас полным-полно. Ты идешь к мадам развлекать ее. А мы идем на карту и будем смотреть, что тут у нас еще есть. Деревья убийцы. Так, у меня пять тысяч мощей, а у него шесть тысяч. Ёлки-палки. Может быть попробовать, а? Как говорится, была не была. Ничего мы не потеряем. Так, а у нас здесь еще одно вторжение. Пройти надо, чтобы получить синенький сундук. Ну-ка. О, как раз оно и есть. Сейчас мы этих ребят раздеребаним. И получим сундук синий. Ну, а там же глянем, что нам выпадет. С синего сундучка обычно выпадает какое-нибудь оружие. Я не помню, чтобы с него выпадали деньги. Так. Не могу я все-таки прочувствовать этого меча, если честно, ребята. Но зато я чувствую, что у меня арбалетчик упал. Слава богу, мой маг его воскресил. Так, ну что же. Они упали, и я получаю свой сундук. При этом еще один обычный получил. Что такое? Вы дали достойный отпор захватчикам. Заберите вашу награду. Конечно, мудрец. Я для этого и делал все. Так. Бронька. Угу. Тоже для мага. Сейчас мы ее посмотрим. Новая. Так. 1687. Ага. А у меня, по-моему, на маге лучше стоит. Да, ребята, на маге стоит лучше. Но зато, смотрите, по силе магии эта бронька превосходит. И уровень нужен 20 для нее. Зато на той... В общем, оставим вот так вот. А там уже будет видно, к чему это все у нас приведет. Манна, иди сюда. Так, это там развлекает. Что же нам делать? Рискнуть или не рискнуть, а? Напасть на эти деревья. Потому что в данный момент мы пока с вами больше ничего не сможем сделать. Тут один враг. Антонио. Ну-ка, посмотреть. Блин, соблазн такой. 34 тысячи. Ээээ... Нет, ребята. Он меня разбомбит не только по мощам. А из-за того, что он стоит в замке. А в замке у него баллиста. И вы прекрасно знаете, что она бьет очень больно. Но мы не будем отчаиваться. И давайте кого-нибудь поищем еще. Ведь кто-то же должен же быть у нас здесь послабже. Так, здесь у нас... О, смотрите-ка, Флекси. Давайте глянем. Ну вот. Вот это уже другой разговор. Давайте его немножечко потеребим. Пускай он немножечко нам отдаст своих деньжат кровных. Флекс, ничего личного. Если видишь, то извини. Так, я получил и то, и то. И магию... Точнее, и манну, и деньги. Так, и забираю еще награду. Шикарно. А что выпадет? Вау! Какая-то подвеска опять. Что-то мне везет. Ребят, на подвеске 282 ресурса в час. 282, да? А они у меня все с подвесками. Причем с довольно крутыми. Ёлки-палки, а! Пропадает подвеска-то у меня, да? Ну, я думаю, не беда. И я когда-нибудь еще построю... Казначейство. И туда, наверное, поставлю уже эту подвеску. С новыми юнитами. Так, 3 часа 38 минут. Строиться будет. Ну что, давайте, ребята, наверное, все-таки рискнем. Как говорится, была-не была. Перед завершением этой серии. Так. Ага. Так, давайте магию в срочном порядке. Ну что, одно дерево мы уже разбили. Так, я добиваю, по-моему, второе. Так, главное, чтобы маг меня смог оживить вовремя. Если упадет моя краса. Вся надежда на него. Я даже 100% надежда возлагаю именно на него. Так, замечательно. Воскрешай. Умница. Умница ты, мой магистр. Кислых щей. И остался всего лишь один скелетик, которому мы побеждаем, ребята. С победой нас. Я, честно говоря, не ожидал, что так будет. Но мне очень приятно именно здесь победить. Так, давайте мы посмотрим, что получили. Так, сундучок. Два сундучка. Ежедневки у нас на сегодня закончены. Ну что же, это даже к лучшему. Вау. Весы. Весы, это я, насколько помню, казначеи у нас носят. Так. Вау, лук. Еще одна какая-то бронька. Как же мне везет, а, ребята. Просто какой-то фарт. Вот они, эти весы. Давайте посмотрим, что... Насколько вообще они лучше. Ну-ка. На порядок, ребята. На огромный порядок. Так, сладушки. А здесь у нас... Давай-ка мы тебе, наверное, поставим те самые щипцы. И ты у меня становишься практически сразу истинным казначеем. Меня это радует. По крайней мере, меня будет радовать то, что ты будешь приносить мне доход в мою казну. А это для меня немаловажно. Так, лук. Лук какой-то простенький, никчемненький. Даже можно было бы его разобрать. Так, что у нас тут с короной? Мы получаем еще кристаллики, да? Да. Все отлично. Ну что же, ребята. Я буду на этом заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующем выпуске. А на этом, ребята, всем пока и удачи. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok